Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Смирнова Елена Юрьевна. Я учитель английского языка высшей категории школы 1282 Сокольники города Москвы, заслуженный учитель Российской Федерации и один из авторов нового УМК по английскому языку для студентов первых курсов образовательных организаций СПО. Появление данного УМК было требованием времени и поэтому главным принципом построения этого учебника, создания этого учебника был принцип преемственности. Мы, коллеги, продолжаем обучать студентов английскому языку. Мы продолжаем то, что было когда-то успешно, или не очень успешно, или совсем не успешно, проведено на уровнях начального общего образования, основного общего образования, простите. Итак, первый основной принцип создания этого УМК – это принцип преемственности. Второй принцип – это принцип доступности. Доступности для всех профилей и для всех учебных планов, вне зависимости от того, сколько часов английского языка у вас в неделю – два, три или четыре. Вы спросите, как это возможно? Возможно. Если вы возьмете этот УМК в руки, вы убедитесь в правоте моих слов. Но сейчас мы с вами поговорим еще об одном важном компоненте этого УМК. Красной галочкой обозначена рабочая тетрадь, как мы привыкли ее называть, или тетрадь-тренажер. Тетрадь-тренажер является очень важным компонентом. Однако, это компонент, которым вы можете пользоваться, в зависимости от уровня подготовленности вашей группы студентов. Давайте более подробно поговорим об этом компоненте. Вот перед вами эта тетрадь, тетрадь-тренажер, базовый уровень, и основные данные об этой тетради-тренажере. А мы начинаем листать тетрадь-тренажер с тем, чтобы вы убедились, что тетрадь – полезный элемент данного УМК. В книге для студентов 11 рабочих модулей. И значит, в рабочей тетради или в тетради-тренажере в содержании тоже 11 модулей. И я думаю, вы уже сразу поняли, что материал, который проходите вы со своими студентами по книге для студента, соответственно, содержится и в модулях рабочей тетради. Грамматический и лексический материал. А вот теперь посмотрите еще дальше «Revision» и «My future is in Russia». Эти два очень важных раздела книги для студентов тоже имеют подкрепление в виде упражнений и дополнительных текстов здесь, в рабочей тетради. А теперь мы листаем саму рабочую тетрадь с тем, чтобы вы убедились, что она действительно является хорошим помощником в нашей с вами непростой работе. Вот к модулю первому. В первом модуле мы повторяем модальные глаголы, мы повторяем настоящие времена, причем всю группу настоящих времен. Мы повторяем тему «Дружба», и вы видите упражнение, есть грамматическое упражнение. И если вы внимательно посмотрите, то убедитесь, что материал-то ведь не очень сложный. Слова те, которые практически известны детям с начальной школы. Если вдруг по какой-то причине ваш студент не успевал, ну, так скажем, не был очень успешен, то он может спокойно этот материал догнать, уже обучаясь в вашем образовательном учреждении. Словарь, лексика. Да, здесь есть слова и хорошо знакомые. Например, «boring» – любят наши дети это слово. Например, «helpful» – конечно знаем, но есть и новые. Вот вам, пожалуйста, от простого к сложному, от знакомого к незнакомому. Наконец, есть устная речь. Мы выбираем из предложенных вариантов подходящий вариант для данного высказывания. Есть упражнения на перевод с русского на английский. Есть упражнения на словообразование. Есть упражнения на фразовые глаголы. Соотнесение. А дальше употребление этих фразовых глаголов в упражнении. Вы видите, всё взаимосвязано. Всё очень логично. Никакое упражнение не выбивается за рамки, так скажем, освоенного уже. И является хорошим подспорьем, которое вы можете использовать и в проверочных работах, и в контрольных работах. Ну, в качестве домашнего задания. В разделе «Revision» – «Повторение» мы развиваем все виды функциональной грамотности. Продолжаем развивать. Здесь есть большой текст, который, как правило, весь, конечно, читать не надо, потому что задания к тексту даются в формате независимой диагностики. Нужно выбрать правильный вариант. Есть задания по письму написать своё собственное мнение. Есть задания на словообразование в формате независимой диагностики. Есть задания на «Multiply Choice», точно так же множественный выбор. Есть задания «Устная речь». Весь спектр упражнений. Ваше дело – выбрать наиболее подходящее для вашей группы студентов. И, наконец, особый раздел в книге для студентов «My future is in Russia», где развиваются всевозможные виды функциональной грамотности. Вот здесь мы продолжаем развивать читательскую грамотность для студентов, у студентов, извините, всех профилей. Вот это универсальное задание для всех. Где сначала даются слова с переводом, потом просматривается текст, именно просматривается, перескакивает через незнакомые слова, и потом в парах обсуждаются вопросы. И этим могут заниматься студенты любого профиля вашей образовательной организации. Это дополнительный компонент, так скажем, книга для рабочей тетради, извините. Вы можете ей пользоваться, можете не пользоваться. Но если количество часов позволяет, то это очень хороший инструмент для оттачивания вашего мастерства педагогического, ну и закрепление пройденного материала вашими студентами. Если у вас возникли вопросы, перед вами адрес, по которому вы можете задать эти вопросы. И еще я вам советую посмотреть ролики на YouTube, посвященные именно этому ОМК. Там я рассказываю о разных аспектах. Может быть, какой-то вам будет особенно интересен. А я надеюсь, что с 1 сентября 2024 года вы будете работать по-новому ОМК, и ваши студенты получат хорошее знание по английскому языку. Всего вам доброго. До свидания.